итак друзья у нас сегодня фордец замена термостата открутили вот такая штучка вот она стоит держится крепится тремя болтами этот кручевается хорошо бывает не очень важен а менять в корпусе да что мы ставим что там стоял я покажем там стоял motorcraft оригинальный ford вот такой вот сначала думали что там стоят какие-то эти аналоги тут сам motorcraft чистый motorcraft motorcraft он обеспечивает ford такого цвета видно что ему не два дня на целых 17 лет и мы поставим вот такой вот французский петрученко отличается выпуски при поставим их рядом такой вот вернет называется фирма вот его номерочек кому-то интересно ну вот они два видите сама это шарик видишь какой а тут такая штучка типа просто тоже интересный момент а там шарик да это вы клапан видео вот они там вот такая пипка вот такой капитально это сделано такой шарик и здесь будем ставить вот еще раз его номерок этого вернета да сбок все но греется машин очень тяжело когда холодно будем ставить сейчас отключили отсидули патрубок вот слили в бутылку вот обрезали бутылку открыты этих штуки отсоединили это там стопорное есть кольцо вот и все в принципе за вставляете его и все в этой штучкой вверх это штучка вверх должно стоять вот к этому вот к тому верхнему это вот видите хочу резко чувствую ну вот так вот мы так темпе пипсиком должна супер секунд вверх вот так вставляется и туда заховывает устанавливаем резиночки заходит туда вот так вот он стал ведь его еще раз покажем вот так ведь вот тем пипсиком вверх вот так вот все стоит еще один момент промазываем эти болты солидолом потому что они очень сильно закипают и часто бывает такое даже что вместе с этой штукой обламываются накручиваются с этими саморезами которые в корпусе вставками этими алюминия этими латунная помода это не саморезы это гайка гайка на вставочка латунная помода наслед так что лучше промазать среду вам чтобы на будущее было вас как бы все четко в принципе и все есть еще термостат интеркулера да у нас еще есть интеркулера до маленький такой масло масляного этого масляного тепло-теплообменника да да маленький вон стоит увидим мы здесь его не видим лампочку только секундочку петра еще он видите вон вон он вот он вот он с него выходят к нему присоединяется трубочка вот этот теплообменник и на технику паника масляный этот масляный масло день и масло короче говоря вот он тоже бывает что нужно его менять так что он протекает бывает чаще всего так что необходимо его менять порой сейчас поставим и дальше засмею видео так протирается все и протираем и шлангу эту одеваем одеваем хомут закручиваем и потом выливаем остатки те той жидкости которую мы слили с термостата все все на месте сейчас заливаем в решительный бачок до уровня то что вылилось у нас термостат когда сняли термостат и все в принципе заливаем то что осталось до максимума толстепипка такая есть можешь еще использовать ты понимаешь когда откроется она уйдет все остальное сейчас нас немножко выше когда машинка прогреется заполнится эти места все пустые все все будет окей можно почти максимум и так уровень есть розовая жидкость кто не знает форма нд и уйдет да и же 12 только короткий ликбез почему почему розовая скажи розовый потому что розовый идет только на алюминиевые радиаторы за 12 на алюминиевые радиаторы на все остальное там латунь латунь бронзовый медный радиатор в данном случае розовый идет на алюминиевый алюминиевые ветер цветом алюминиевые они радиаторы они ходят g12 гриша g12 до великая двадцатка который пишет да там эти мировые эти лидеры g2 g20 да то есть gg g12 розовый идет на алюминиевые радиаторы не забывайте об этом в принципе все устанавливаем нишу аккумулятора и устанавливаем сам аккумулятор в принципе все все остальные детали и потом заводим машинку в принципе все все ребят всем удачи благословений пока покупайте качественное запчасти на